Здравствуйте! Я хочу вам сегодня с вами, так сказать, побаить насчёт Марка Пола. Известный такой человек. Кстати говоря, достаточно загадочная личность. Напомню, это, значит, венецианец, который в средние века совершил путешествие в Китай. Вернее, не совсем в Китай, а ко двору монгольского владыки Китая, хана Хубилая. И при этом дворе он и его родственники получили какую-то, так сказать, очень хорошую должность. Занимались политикой, выполняли всякие посольские такие задания от имени и по поручению этого самого хана Хубилая. Ну, как-то не очень верится, честно говоря. И всем не очень верилось. Его рассказам не очень верили в Венеции. Его называли, знаете, как сеньор миллион. Ну, то, что он наговорит, всё там такое, про миллионы всякие. Кстати, говорят, что он не совсем итальянец. Говорят, что он и из Хорватии, это с другого берега Триотического моря, в общем-то, славянин получается. То есть, вообще почти что наш. Так вот, появление его книги связано вот с чем. Сеньор миллион этот самый участвовал в войне против Генуи и попал в плен. В этой войне он участвовал в качестве гребца на гребном судне, на галереи. Представляете, сеньор миллион гребец. Попал в тюрьму в Генуи, был пленным, сидел в тюрьме и рассказывал своим соседям истории про путешествия в Китае. И надо же, один сосед взял и всё записал, как говорят на французском языке. По крайней мере, впервые эта книга вышла, значит, в свет на французском языке про это путешествие. Критики есть у Марка Пола. Они говорят, что Марка Пола, всё это вот пересказы его. Очень многие названия географические он явно заимствовал у персов. То, как персы называли это. Очень там какие-то сказочные вещи есть. И в то же время совершенно очевидные вещи, которые должны были впечатлить европейцев, там отсутствуют. Про иероглифы ничего не сказано. Про обычай бинтовать ноги у китаянок тоже ничего не сказано. Стали вы вставить под сомнение. Кстати, результатом этой книги Марка Пола, вы не поверите, явилось открытие Америки. Потому что ушлые географы изучали размеры Евразии по книгам Марка Пола, оценивали расстояние. И вот оказалось, они преувеличили очень сильное расстояние, а радиус земного шара был известен. И оказалось, что Китай-то совсем недалеко от нас. Вот если плыть через Атлантический океан на запад, там совсем скоро будет Китай, где-то посередине Атлантического океана, реально существующего. Именно поэтому-то Колумб и отправился в плавание на запад, чтобы достичь Индии и вообще всяких там пряных островов. Если бы не вот эта книга Марка Пола, не было бы такого путешествия замечательного. Ну так вот, очень много сомневались в правдивости Марка Пола, был ли он в Китае. Но вот совершенно неожиданно в китайских источниках, тех средневековых летписях, обнаружилось прямое пересечение с этими вот рассказами Марка Пола. Марка Пола рассказывал, что он участвовал там в политической жизни, он рассказывал про некий заговор. Заговор кровавый, с убийствами, всё как положено. Он был раскрыт, и в раскрытии этого заговора участвовал Марка Пола. И вот в китайских летписях обнаружился рассказ об этом заговоре. Всё, в общем-то, так, как рассказывал Марка Пола. И более того, содействовал раскрытию этого заговора необычайно честный человек, которого там называют двумя иерогольфами «По-ло». Вот так вот. То есть, скорее всего, всё, что говорил Марка Пола, правда. Только он немножко неправильно оценил размеры своих путешествий. Ну, добавил немножко, ну, приврал. Ну, это же художественное преувеличение, правда. Ему это простительно. Иначе бы никто не открыл Америку вовремя. Вот так вот. Спасибо вам за внимание. Всего доброго, до свидания. Всех благ.